Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала И знаете что, сегодня тоже опять был прокат у меня Как это всегда и получается И опять еще один из застройщиков мне сказал, что происходит повышение цен И это не в плане того, чтобы там быстрее приезжаете в декабре и все покупаете Да нет, конечно, хватает продаж, хватает заказов, хватает клиентов, хватает прокатов Ну, в принципе, хватает все, что только можно Поэтому здесь просто говорю, для тех людей, которые думают, приехать в январе или у кого-то депозиты заканчиваются и так далее По большому счету, даже те застройщики, у которых такая плохая репутация Которые, скажем, не самые лучшие на рынке недвижимости, даже они поднимают цену Я был в шоке просто И сейчас действительно, если рассматривать стройки, то проще иногда уже купить готовые сданные объекты Например, смотрите, самая дешевая стройка на Соболевке 72 тысячи рублей за квадратный метр Тогда как у меня есть предложение по 65 тысяч уже готовые сданный дом со всеми подключенными коммуникациями И за 70 тысяч рублей за квадратный метр Поэтому, конечно же, мне продавать стройку по такой цене даже близко не хочется Если мы возьмем с вами тот же самый Дагомыс, стройка начинается от 100 тысяч рублей За эти деньги, в принципе, у меня есть предложение готовые с ремонтом в том же самом Дагомысе И я думаю, что рационально было просто брать и продавать готовое, что есть Следующий момент, да, сейчас я анонсировал стройку танхаусов и домов, которые строятся, да, на Восхогорной Да, там классный вид все, но не самые лучшие подъездные пути Второе, это, конечно же, на Мацесте Я попробую завтра снять, это Мацеста, Вилледж, Парк, там и тому подобное Принц Вилледж, Парк, да И там тоже цена уже около 10 миллионов рублей за танхаус Мне проще продать готовый сданный Мы тем более сейчас тоже оформляем ипотеку через ВТБ И вторая параллельная ипотека через Сбербанк для двух разных клиентов Это каньон Дагомыс, да, это я сегодня проехал, всегда показывал клиенту Она приезжала со мной поздороваться, познакомиться И она действительно сказала, что это лучшее, что сейчас есть Удачные планировки Просто безумно видно, что все дорого сделано Все сделано классно В общем, и они мне сказали сегодня еще раз, что, скорее всего, не 1 января будет повышать цену до 11 миллионов Сейчас стоит 8500, просто кто не знает, за 152 квадратных метра Будут повышать гораздо раньше Сейчас доделают забор, доделают брусчатку, там осталось чуть-чуть Если они доделают за неделю, значит через неделю повысить цену Если там за 10 дней, значит через 10 дней В общем, до Нового года успеют повысить Поэтому, если вдруг кто-то ждет хорошее предложение Особенно, если танхаус нужна в ипотеку А не каждый танхаус проходит в ипотеку Я могу сказать это со 100% уверенностью То я рекомендую лучше сейчас сделать определенный свой выбор Как таковых, да, вот прям таких вот супер предложений, да, супер скидок, да, вот нету Но сейчас на данном этапе есть один очень хороший жилой комплекс Шикарный жилой комплекс, да Он у нас на предсдаче, через месяц будет сдан И там можно у нас быстренько, выгодно взять Есть квартиры на 18-19 этаже С видом на горы, да, и вот просто на весь город Ну, сами понимаете, с 19 этажа не бывает плохой вид Бывает вид офигенный, но бывает вид не на море Вот с офигенным видом квартиру можно купить по 127 тысяч рублей за квадрат Аналогичные квартиры на этаж или на два этажа ниже стоят 150 тысяч рублей за квадратный метр Чтобы вы понимали Опять же, такая же квартира, да, с офигенным видом на море, да С офигенным видом на морской вокзал И это просто там бомба вид Можно купить по 147 тысяч рублей за квадрат Аналогичные квартиры, такие же, да, и даже двумя-тремя этажами ниже Они стоят по 175 тысяч рублей за квадрат Объясняю, почему дома сдается Нужно срочно там собрать определенную сумму денег И поэтому именно в этом жилом комплексе Ну, дом, жилой комплекс, это реально комплекс Это там и коммерция, и парковка, и коммерция на первом этаже И отдельная коммерция, отдельную строительную отправляющую компанию В общем, дом шикарный, просто супер, да И такие цены есть 147, да, соответственно, на 50 тысяч дешевле, чем аналогичные квартиры И, соответственно, 100, блин, 148, извиняюсь И 127 тысяч рублей за квадрат Поэтому, если вдруг кто-то хочет взять прям горячее предложение Да, это, наверное, предложение действует от силы 1-2 дня, не больше Потому что нужно было таких квартир отгрузить 8 Соответственно, 6 уже отгрузили Осталось 2 квартиры на выбор 2 квартиры, опять же, повторюсь, нужны деньги для того, чтобы жилой комплекс ввести правильно в эксплуатацию Объект по ФЗ-1014 хороший, безупречный, все Но только нал, никакие ипотеки, ничего Только грязный, долбанный нал Такое предложение, конечно же, есть И в целом, да, если мы подведем итоги по Прагме То в Прагме осталась всего лишь одна квартира 66 квадратных метров Которая мне нравится больше всего Ну, как больше всего За эти деньги, да, классная квартира Осталась на 13 этаже, все остальное раскупили И остались квартиры, которые планируются полноценную евро-двушку С двумя спальнями полноценными С кухней-гостиной Это 75 квадратных метров И остались только на нижних этажах С видом соседний дом Все остальное, ребят, все забрали в Прагме Все забрали И сейчас они даже хотят поднять цены Потому что сделали все свои нормы и тому подобное Поэтому предложение горячее появляется Я всегда вам про эти предложения говорю А здесь уже кто-то берет, а кто-то не берет Опять же, да, разговаривал сегодня с Артуром Жилой комплекс Облака поднимается в цене примерно 25 декабря Жилой комплекс Атлантис поднимается 25 декабря Жилой комплекс Моревидова, оставшиеся квартиры Тоже поднимается 25 декабря В общем, и поднятие будет там не на 3 тысячи, не на 2 тысячи, да А будет поднятие сразу на 10-е, на 15 тысяч Поэтому если кто-то хочет взять хороший дом на предсдаче Я рекомендую обращаться и бронировать и срочно забирать 100% Как бы после Нового года я не смогу Сейчас все сложнее и сложнее мне работать с теми клиентами Которые обращаются в пределах 2,5 миллионов рублей В пределах 2,7 тысячи и так далее Есть хорошая квартира на Соболевке Прямо рядышком с Гринпеллесом Дом сдан Со всеми коммуникациями, со всеми тех условиями В общем, все как положено За 2 миллиона 600 тысяч Это цена халявная Просто там Почему такая квартира появилась Сорвалась Сорвалась ипотека Да, в этом жилом комплексе еще ипотека проходит Сорвалась ипотека В последний момент что-то там не одобрили Такое бывает, да, под конец года Когда уже стараются банки там подвести итоги Да, и после 15 числа уже перестают выдавать кредиты Но некоторые берут и раньше Как-то там халат относится к своим должным обязанностям В общем, сорвалась ипотека И освободилась Блин, сумасшедшая квартира Классная И завтра постараюсь ее для вас снять Такие варианты тоже есть Опять же Есть хорошие квартиры сейчас Две штуки На Мамайке Это улица загородная С 700 метров до моря С видом на море Хорошие, классные Да, конечно, дом хочется, чтобы там подъезды были Там и золото Или еще что-то Нет, обычные подъезды Может быть, как в «Мелодии леса» Все Но, ребят, по 67 То ли по 69 тысяч рублей за квадратный метр Я уже забыл Я считаю, что это просто бомбическое предложение Это готовый, сданный дом Готовый, сданный дом Где можно сделать ремонт Со всеми подключениями коммуникациями И спокойно можно приобрести Улица загородная Хороший такой клубный домик там стоит Прям классный домик Вот, реально Завтра тоже постараюсь его заснять, потому что сегодня весь день было с клиентами Было просто-напросто не до этого Теперь следующий момент Именно из горячих предложений На самом деле сейчас самый дешевый объект Который строится по федеральному закону 214 Остается у нас жилой комплекс Который называется «Семейный» в Лазаревском Если, например, я там продал только одну квартиру И там продажи шли не очень хорошо То сейчас, когда клиент обращается с бюджетом полтора-миллион семьсот То этот жилой комплекс заходит просто на ура Но реально заходит просто не напрягаясь Заходит очень быстро Поэтому если вдруг кому-то нужна ипотека Да еще и сумма какая-нибудь там полтора миллиона рублей Нужна полноценная квартира и тому подобное То я рекомендую присмотреться к данному жилому комплексу И я думаю, что все-таки для жизни Там действительно можно брать И даже если, например, вы рассматриваете для отдыха Для отдыха тоже подойдет Теперь, да, следующий момент Следующий момент тоже Такие моменты у нас, конечно же, тоже есть Это жилые комплексы с ремонтом С ремонтом тоже есть пару хороших предложений Это и в том числе и на Тимирязево Да, прям, ну, вниз Тимирязево Есть вверх Тимирязево, есть вниз Есть хороший вариант Ну, реальный Опять же, и с ремонтом все хорошо Единственное, что жилое помещение, пятый этаж Ну, в любом случае, все документы есть Даже ипотека проходит Это тоже огромный плюс Если, например, мы рассмотрим с вами Еще какие варианты есть, да Есть у меня хорошая квартира там за 2600 Еще тоже на Воскогорной Ну, блин, классная квартира И ее тоже, я считаю, что можно рассмотреть Как вариант Неплохо, нормально До школы один километр В общем, жить можно, да Я понимаю, что каждый из вас там хочет Там, да мы там хотим Да мы там то Да мы там это Да я тоже этого хочу Вы думаете, я не хочу, что ли? Я такой же, как и вы И я тоже хочу там Я хочу и дом себе, да Мне больше всего нравится Мне сейчас в Инстаграме Одновременно долбят три человека Такое ощущение, как будто с одной семьи И они хотят за 3 миллиона 800 тысяч дом там не более двух километров до моря и так далее И хотят, в принципе, нас устраивает Адлер В принципе, если вас устраивает Адлер, то я могу вам показать землю в пределах двух километров по цене 2 миллиона за сотку И вы можете спокойно на 4 миллиона купить аж две сотки земли Попробовать там что-то построить Дуду дураку понятно, что Если, например, моя сестра продает дом, да За 3,8 миллиона Но этот дом находится на расстоянии 2,2 тысячи 700 метров до моря Находится в Орске И я этот дом обязательно сниму, наверное, совсем даже скоро Или как-нибудь она мне снимет, я возьму и загружу на канал Такие варианты есть Неужели вы думаете, что продавая там свой дом, да, например И то, опять же, там, сестра высокая, слишком завышенная планка Что она думает, что за 3,8 миллиона даст И я думаю, 3 миллиона, это красная цена за ее дом 3 миллиона для Орска, это прям большие деньги И вот и все И здесь она тоже на эти деньги даже не посмотрит участок, да Не сможет посмотреть Опять же, появился участок от нашего подписчика Хороший, классный участок За 4 миллиона 300 тысяч 6,5 соток Уже с опорной стеной и заведенным светом Да, находится на расстоянии 700 метров от моря Но это Догомыс И вот в сторону Догомыс, где санаторий Семашка Вот там есть такой участочек И можно приобрести Но участок стоит 4 миллиона 300 тысяч Это никак не Адлер, Догомыс, он ценится ниже, чем Адлер Понимаете? И такие варианты есть Поэтому, ребята, если вдруг у кого-то есть желание купить дом То минимальная сумма входа для дома Это 5 миллионов 700 тысяч Это будет дом в черном варианте на 2,5 сотках земли Опять же, мне сегодня позвонил отдел продаж КП Благодати Сказали, что они поднимают цены через полторы недели Поднимают Все цены поднимают Все ждали какие-то скидки предновогодние А в итоге мы чем ближе Новый год Тем цены становятся все выше, выше, выше и выше Почему я снимаю этот видеоролик? Просто кому-то может полезен Кому-то не полезен Понимаете? Мы когда с вами общаемся Вы мне просите Пришлите подборку Я вам присылаю Мне не сложно Но когда выясняется Я приеду в мае А я приеду в июне А я приеду в феврале Все, ребят Я присылаю и показываю объекты Когда мы с вами смотрим Актуальные на сегодняшний день За один день Может все кардинально меняться Например, тоже недавно показывал Квартиры Да, показывал квартиры По 100 тысяч рублей за квадратный метр Два дня человек думал Два дня всего лишь думал Цена стала 110 тысяч рублей Да, он обиделся Да, подумал Что какой-то развод и так далее Ну и слава богу Что я все Получается шахматки Они обычно выгружаются в таблицы Word или Excel И, соответственно, они меняются автоматически Да, там Ты приходишь по одной и той же ссылке И там просто меняется А я делаю скриншоты Чтобы понимали Насколько возрастает Та или иная недвижимость И тут, конечно же Нужно всегда поймать Свою удачу за хвост Если, например, мы с вами рассмотрим Инвесторские предложения Тоже сейчас горячие продажи Есть Есть у меня хорошие продажи В жилом комплексе Южное море Да Есть 4 разных квартиры Три квартиры Трудоводного инвестора Одна квартира Другого инвестора Который гораздо ниже рынка Гораздо ниже, чем у застройщика И, в принципе, вы можете Спокойно приобрести Не нужно смотреть Сколько заработал инвестор Нужно смотреть Сколько вы экономите Покупая Вот именно здесь и сейчас Следующий момент Кто-то там спрашивает Что с Атлантисом Как что Не переживайте Там все идет Все хорошо Все строится Скоро цена поднимется И уже цены Там 130 тысяч За квадратный метр Даже близко не будет Будет все от 150 тысяч Опять же Если мы возьмем с вами Объект Там тот же самый Бытка 2016 Там золотой колос И там даже подняли цены Просто И там тоже цены Идут вверх И еще раз повторюсь Хорошие объекты Раскупаются Очень-очень даже быстро Я вот сейчас Прозвонил Продавцы вторичи Которые ко мне Обращались за помощью К одному Позвонил продано Второму позвонил продано Одному инвестору Позвонил продано Другому инвестору Позвонил продано Поэтому Для многих Это шанс И тут Вы можете Его либо реализовать Либо не реализовать Здесь конечно же Дело за вами Но я знаю Что Каждые три недели Это дорогое удовольствие Потому что Я не представляю Где можно заработать За месяц 500 тысяч рублей Потому что Квартира в среднем Дорожает Если квартира стоит Примерно 5 миллионов рублей На 500 тысяч Она поднимается в цене Я не понимаю Кем нужно работать Чем нужно работать Чтобы спокойно Можно было 500 тысяч Зарабатывать Чтобы потом Можно было взять И купить По завышенной цене Ну как не по завышенной цене По цене выше По отношению К предыдущему месяцу Ну вот Примерно так И Многие спрашивают Куда катится цена Точнее не катится У нас поднимается цена Какая будет цена И приводит Пример там Москва и так далее Не знаю Не знаю Знаю очень много Городов На побережье Где например В столице Цена одна А побережье Стоит гораздо дороже И таких вариантов Очень-очень много И отсюда мы делаем С вами вывод Что трудно Так оториентироваться Да я знаю города Которые По большому счету Находятся Очень-очень даже Далеко От того же самого Центра России Возьму к примеру С вами Владивосток И там мне клиенты Сказали Там такие некоторые Цены есть на квартиры Там Сочи И Москва Просто отдыхают Но такие же цены Есть И квартиры покупают И откуда-то Деньги берутся Цены на квартиры Растут в тех Городах Где есть движение Именно по деньгам Где есть Денежный поток Как ни крути В Сочи Денежный поток есть Как ни крути В Москве Денежный поток есть Как ни крути В Владивостоке Денежный поток есть И в Санкт-Петербурге есть Поэтому конечно же В этих городах цена на недвижимость возрастает, возрастает, возрастает. Если кто-то мне приводит пример, какую-нибудь убитую хрущевку или еще что-нибудь, там цена ниже, чем, например, в Сочи и так далее, ну, давайте смотреть примерно равносильное жилье, да, равносильное – это новостройка, это с нормальными потолками трехметровыми, с нормальным отоплением, с нормальными коммуникациями и тому подобное. В любом случае, да, много чего вам интересно рассказал, много чего недорассказал, предложение горячее есть, предложение ниже рынка есть, всегда я этой информацией владею, не всегда выкладываю видеоролики по одной простой причине, чтобы не получалось, как с некоторыми объектами, чтобы потом просто-напросто те риэлторы, которые сидят на попе ровно, которые сидят и смотрят там в офисе YouTube или еще что-нибудь, потом раз их, ой, оказывается такой же объект, как раз Прагман, 92 тысячи рублей за квадрат метр, а может быть мне предложить тоже своему клиенту и так и мне просто, ну, иногда чисто по-человечески немножко обидно, да, не хочу жаловаться, но это так, что мне в день приходится проезжать там, не знаю, по 400 километров, чтобы найти для вас тот самый лучший объект и чтобы вам его, конечно же, показать. Поэтому сейчас мы делаем немножко по-другому, да, проконсультировался я с Денисом, да, и мы сейчас некоторые объекты, которые реально классные, мы их не афишируем. В первую очередь, чтобы просто-напросто у себя не убрать поток, потому что клиенты же разные есть, да, кто-то пытается купить напрямую, вот мне сейчас клиентка, например, пишет, Максим, а какое комиссионное вознаграждение в жилом, в апартаментном комплексе «Лучезарный», а я ей спрашиваю, а вам зачем эта информация, с какой целью вы интересуетесь? Она молчит. Я говорю, там нормальное вознаграждение, хорошее вознаграждение, риелтор, продавая «Лучезарный» не бедствует, только вам это зачем информация, с какой целью интересуетесь? Если другое дело, она написала, Максим, я хочу купить апартаментный комплекс «Лучезарный», я хочу такую-то скидку. Я сказал, могу ли мы сделать, можем такую скидку сделать или не можем делать такую скидку, а когда так, сколько там зарабатывают, ну какая разница, сколько зарабатывают? Сколько застройщик платит, столько и зарабатывают. Поэтому такие вопросы можете не задавать, я на них не буду отвечать, я считаю, что это, мэх, как говорят, отвечать неэтично на такие вопросы. Но если хочется взять, посмотреть, сколько, какой застройщик платит, приходите в компанию. Мне даже кто-то из подписчиков писал, простыл немножко сегодня, что-то промок я, извиняюсь. Кто-то из подписчиков писал, что для того, чтобы выбрать квартиру в Сочи, он устроился и целых полгода ради этого проработал в агентстве недвижимости, чтобы там найти тот лучший вариант. Вы можете сделать то же самое, приходите в компанию, попробуйте поработать и так далее, найдите себе тот объект и так далее. Я еще раз повторюсь, вот я, например, участками занимаюсь, но я знаю, что есть человек у меня, с кем мы срабатываемся, кто знает участки лучше, чем я. И он мне нашел участок, сейчас занимается документами, да, нашел хороший участок, и я ему отдам комиссию за этот участок 100 тысяч, хотя, хотя участок стоит недорого, миллион пятьсот пятьдесят, но он не смог найти такой участок за миллион пятьсот пятьдесят. Да, без вида на море, да, там еще какое-то, да, там есть свои минусы. Но за то, что он мне нашел, я ему даю 100 тысяч, потому что аналогичные участки в том районе стоят два с половиной миллиона рублей. И мне не жалко, я не смотрю, сколько он заработает, и я смотрю, сколько он мне выгодал по отношению к другим, понимаете, по отношению к другим участкам. И я, как бы, хоть и риелтор, я риелтор, да, понимаю, как тяжело найти тот самый лучший участок, который есть в Сочи по нормальной, адекватной цене. Найти в том районе, где я хочу взять участок за два с половиной миллиона рублей аналогичный, за два семьсот, проблем нет, вообще там целая куча растяжек и тому подобное. А вот найти за миллион пятьсот пятьдесят, это, блин, это дорого стоит, потому что я экономлю почти сорок процентов. Сорок процентов это очень хорошее, это очень внушительно, понимаете. Поэтому, поэтому, как бы, любой труд он должен вознаграждаться и так далее. Я понимаю, что кто-то из вас сейчас скажет, там, я нашел себе сам, там, жилой комплекс, там, нашел себе квадро или еще что-нибудь. Ну, как вы нашли? Вы что, приехали и ходили ножками искали? Ну, может быть, в интернете посмотрели, может, еще что-нибудь. Ну, как бы это называется, не нашли. Вот нашел жилой комплекс, я, который вчера анонсировал, это я его нашел. Этот жилой комплекс никто из риэлторов не знает, никто не знает никакие контакты, никто там, а я все это знаю. Я владею информацией. И даже своим коллегам я эту информацию не даю. Потому что, в первую очередь, я хочу, чтобы мои все клиенты остались после старта продажи довольны. А потом уже все пускай берут и спокойно другие риэлторы собирают остатки. И я считаю, это правильно. Кто-то скажет, это неправильно, надо делиться информацией. Да, это надо. Да, надо делиться информацией. Я сегодня заглянул там, в пару местах был и нечаянно увидел одно агентство недвижимости. Потому что там, в другом агентстве недвижимости, нужно было подписать договор о задатке. И я увидел человек 70, которые сидят возле компьютера. И это было 3 часа дня. Я в 3 часа дня снимал новые объекты, делал задаток. И еще одновременно, спасибо огромное за терпимость моему клиенту, который даже меня там по 10-15 минут ждал о машине, пока я быстренько и параллельно все это делал. Да, у нас был туристический прокат, но вот я параллельно это все успел сделать. И я не считаю нужным, что я должен искать объекты, да, там все соизмерять. Я сегодня взял на этом объекте, который я буду продавать. Я сегодня дошел до моря, доехал на машине до моря. До машины, оказывается, можно доехать. Прошелся пешком, и я знаю точно, сколько идти пешком до моря. Я знаю точно километраж. Я знаю все. Я посмотрел все в приложении, все глянул, все. Единственное, что сегодня дождь, мне не получилось на квадрокоптере полетать и посмотреть что-нибудь еще не такого интересного в том же районе. Но это я работу сделал. Если, например, кто-то там скажет, посмотрит мой видеоролик, пока я покажу локацию, все остальное и скажет, да я сам нашел этот объект. Ну, ребят, наверное, сами нашли. Ищите сами. Я не против. Поэтому, поэтому я сейчас не все те объекты, которые, например, вначале я озвучил, да, еще раз повторюсь. У застройщика цена 200 тысяч на квартиру видовую, которая самый лучший вид в Сочи, лучше, чем в этом жилом комплексе, вида нету. Просто шикарная квартира, 52 квадратных метра и есть 58. Однушка большая и есть двушка полноценная. Нету. И цена дороже как минимум на 50 тысяч рублей. Такие у меня есть два предложения. Я не могу прийти на этот объект и это озвучить, потому что там есть свои договоренности. Это чисто для своих, для инвесторов и тому подобное. Нельзя мне сейчас осветить этот объект. Понимаете? Ну, у меня такие предложения есть. И я не хочу, ну, просто брать и там делиться или еще что-нибудь. Потому что понимаю, что для того, чтобы мне найти эти предложения, мне пришлось пройти очень много. Мне пришлось все воскресенье общаться с застройщиком. Мне пришлось с ним там переписываться все. Пришлось выбивать максимальную скидку какую-то, как только можно и так далее. Пришлось инвесторов в один, да, как будто это один человек берет и поэтому получить такую скидку. Понимаете? Мне немного пришлось сделать движение для того, чтобы мои инвесторы или мои, конечно, покупатели, которые купят в данном жилом комплексе квартиру, были максимально довольны. И я считаю, что мой труд, конечно же, должен быть оплачен. А что считаете вы? Пишите в комментариях. Ну, конечно, понимаешь, что я напишу в комментариях там, вот, там, риелтор, ненужная прослойка, там, ну, да. Все, я с вами абсолютно согласен, согласен. Найдите сам себе объект, попробуйте получить ту скидку, которую получают мои клиенты, которые покупают. Попробуйте хотя бы там получить скидку хотя бы 2000 рублей с квадратного метра. Я вангую, ни у кого из этих жилых комплексов у вас не получится. Если только у какого-нибудь частника, который там, не знаю, там, который живет одним днем, может ему какую-то скидку сделать, но не больше скидки, которые дает вам риелтор. У нас, в принципе, только, которых я знаю из топовых объектов, только два объекта, которые себя ведут непорядочно по отношению к риелторам и все остальное, да, да вы их тоже знаете. Остальные себя ведут нормально, говорю, замучитесь даже рубль скидывать. Я себе в Радужном, я сам себе покупал, и меня кинули, мне за мою квартиру мало того, что не скинули ни копейки, которые, еще и эти комиссионные вознаграждения, просто вздумайтесь, получил отдел продаж, потому что риелтор купил сам для себя, бредятина просто, просто бредятина. Я говорю, как вы себе представляете, но все равно я мог сказать, что брат мне продал или еще что-нибудь, или помощница взяла, мне продала, потому что она тоже работает в компании. Ну, может был. В общем, есть, да, где кидают, но их очень мало. Остальные застройщики стараются, свою репутацию поддерживают на самом высоком уровне и стараются сделать так, чтобы риелторы с ними работали. Потому что 95% всех продаж делается через риелторов. Да, есть свое отдел продаж, но отдел продаж служит для того, чтобы обслужить клиентов, для того, чтобы довести документально, еще остальное. Все остальное, весь поток клиентов и делает у нас риелтор. Тем более, риелторы такое волшебное существо. Они могут, как вознести любой объект, так же могут его и, не знаю, там, так же могут его и укунуть. Вот сейчас попробуйте, да, вот все знают про мой опыт работы с Радужным. Попробуйте сейчас какого-нибудь риелтора купить там квартиру. Все знают, что там раз Макса, да, кинули с домом, там, до сих пор комиссии не отдали, там, эсэйтам, да, и он таком, столько для этого объекта сделал, столько ни один риелтор в жизни не сделал, ни в одном другом городе и все, раз его кинули, а на меня с одной продажей тем более кинут. И, конечно, туда никто не пойдет, все будут отговаривать всеми четырьмя. Ну вот вспомните себя. Кто-нибудь из вас из другого, я знаю, что вы есть, кто работает с другими риелторами, интересовались же про жилой комплекс Радужный. Сколько вам на минусов про него накидали? Вот-вот, вот вам и ответ. А на самом деле, в целом, объект неплохой, но отношение к, ну, не очень хорошее сложилось. Также есть ряд других объектов, да, есть неплохие объекты, но, ну, как бы, но не умеют продавать и ведут себя в отдел продаж, как свиньи. Такие варианты есть. Все? Это вечерний порыв в душе? В любом случае, ребят, я жду вас в гости, я буду, как преданный ваш риелтор, именно ваш риелтор, буду работать с 20 декабря и по 10 января, именно в этот период, у меня очень много приездов, даже начиная с 17 декабря, я буду работать со всеми туристами, со всеми с вами встречи, со всеми с вами прокатимся и так далее. Пишем заранее в WhatsApp, у меня поможете делать расписание, я так понимаю, что у меня там каждый час расписан, но для каждого из вас я найду время, всегда найду время, только вы должны заранее меня предупредить. Никогда вы там приезжаете. Здравствуйте, Максим, я уже на вокзале. Стоп, мы даже с вами еще на эту тему не общались. Нет, конечно же, заранее, хотя бы за два, за три дня пишите и моя помощница, она для этого и есть, она координирует. Но сегодня у нас был очень тяжелый день для меня и для помощницы, он был очень-очень тяжелый день. И каждый день у нас все становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но знаете, эта усталость приятная. Вот я вчера, например, на тренировке позанимался, да, вроде постарался выложиться. Но я чувствую, что что-то не то, у меня мышцы не болят, у меня что-то не то. Ну ничего не болит после вчерашней тренировки, хотя я вчера пахал. Вы можете посмотреть на мою тренировку на втором канале, на этом канале я не выкладываю. А на втором канале я выложил свою тренировку полноценную, чтобы вы могли раскритиковать меня в хлам, да, там сказать, да, ты неправильно жим лежа делаешь, да, ты там 115 килограмм неправильно тянул, да, ты там хват не такой делаешь, да, ты там то, да, ты там лопатки не развернул. Но я знаю, как бы со стороны всегда легче критиковать. И можете посмотреть. Но почему-то вот я от вчерашней тренировки почему-то кайф не испытал, понимаете. Вот почему-то вот у меня сейчас ничего не болит, ничего. И я не прочувствовал свои мышцы. Хотя вроде бы там отпахал в зале полтора часа, но я мышцы не прочувствовал. Бывает то же самое и на работе. Когда ты отпахал, но не прочувствовал, да, а вот эти дни, вот, которые мы сейчас, я пашу, я прям чувствую, я понимаю, что я каждый день проживаю не зря. И это реально классно, это супер, такая приятная усталость, когда у тебя побаливают ноги после того, как ты пристал, когда у тебя там спина немножко болит, да, ты не можешь там развернуться, когда ты там наподтягивался там блок, там, не знаю, не натягал, там, тяга, делал тягу, блок и тому подобное. Приятная усталость, приятная. И вот на работе у меня тоже вот сегодня приятная усталость. Я приехал домой рано, я сегодня приехал уже в 8 часов вечера, потому что темно, делать нечего. Но я сегодня начал свой рабочий день с 10, без 10, что говоришь, мальчишка, не без 10 мне здесь, да, без 10 и 8, вот. И единственное, что я сегодня не успел поесть, и это печально. И это печально. И скажу честно, вот из-за такого графика сейчас я немножечко сорвался. Не в том, что я стал бухать, или что нет, 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 не пью. И я открою вам маленький секрет, я из-за того, что я сейчас сильно выматываюсь, еще погода, то, что вот я обещал, я немножко нарушил себя, в общем, я за, ну, как бы за последние 10 дней, наверное, выпил штук 6 банок энергетика. Сейчас постараюсь опять завязать, потому что иногда мне кажется, что если его не выпью, мне кажется, я просто-напросто возьму и не доеду там до того же самого аэропорта или еще что-нибудь, потому что, ну, не знаю почему-то, куда-то, что-то энергия куда-то растачивается, куда-то девается энергия. В общем, пытаюсь как-то себя тонизировать, что-то делать, но я понимаю, скорее всего, это адреналин раш это само внушение, поэтому извиняюсь, да, я 4 месяца не употреблял, адреналин раш, и сейчас я тоже, скорее всего, попробую опять завтра, чтобы опять не употреблять ничего. Вот немножко сорвался, но алкоголь я не пью. Все, ребят, огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо за ваши лайки, да, если что-то у меня не видите на канале, каких-то там горячих предложений, но если вы настроены купить здесь сейчас, да, например, вот по тому же самому предложению, которое я сказал за квартиры, за видовые, за невидовые домы, которые на предсдаче и тому подобное, это действует в завтрашний один день. Когда сюда срочник только скидывает, все, остальные он ставит обратно по той же цене, потому что нужно срочно, нужны срочно деньги, это бывает очень редко. Я даже не знал, что в таких жилых комплексах бывает такая цена. Это реально сейчас топовый объект на предсдаче, ну, он сдается через месяц, в течение месяца, который вот есть в Сочи, и там реально можно купить квартиру на 25-30% дешевле, можно купить и через месяц ее выставлять на продажу, и вы сможете спокойно поднять 50 тысяч рублей, там, со 130 тысяч рублей за квадратный метр, либо со 150 тысяч, ну, я округляю, все, вы можете полтинник спокойно поднять. Это хорошая инвестиция, классная инвестиция. Кому-то, чтобы с 50 квадратных метров поднять 50 тысяч, да, мы 52,5 миллиона рублей, да, за месяц можем поднять. Кто-то за 2,5 миллиона рублей работает целый год, а кто-то 2 года. А мои родители работали 8 лет, чтобы заработать 2,5 миллиона рублей, а кто-то заработает их за месяц, ну, пускай за 2 месяца. Все, теперь идем спать. Хорошего просмотра этого видеоролика и следующего. Еще раз повторюсь, если нужна тренировка, то я сейчас стараюсь уже на другой канал все это выгружать, самые такие интересные приколы. Здесь я стараюсь оставлять только все, что касается недвижимости, чтобы вам было легче разобраться, легче смотреть. Если кому-то нужна моя жизнь, подписываемся на второй канал. Ну и, конечно же, подписываемся на меня в Инстаграме, подписываемся в ВКонтакте. Я сейчас занялся, я буду там хорошо тоже выкладывать самые горячие акции, горячие предложения, чтобы вы могли быть в числе самых первых. Потому что сейчас очень много у меня обращается по Прагме, это те люди, которые посмотрели мои ролики с запозданием, либо еще что-нибудь. И все, ребят, шанс прошел. Прошло с пятницы каких-то 5 дней, и квартир нет. Кому нужны актуальные цены по Прагме, какие квартиры остались, пишите мне, я пришлю вам в шахматку. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp. Пока.